КамАЗ едет. Скорая здесь уже. Короче, как-то так. Вроде никого не заделал. Не вписался в поворот. Полиция устанавливает причину, по которой грузовой автомобиль перевернулся в Загорске на пресечении улиц Магистральная и Заиграевская. Сообщение очевидцев о том, что водитель получил тяжелые травмы, в ГИБДД не подтверждает. В это же время на перегрузке улиц Хоринская и Краснодонская водитель МОКИКа пошел на таран легкового автомобиля. Циклист, короче, ехал. Получается, и ехал в Морковниково. Выехал на стечку к Морковнику. И вновь очевидцы ДТП сообщают о тяжелых травмах, полученных виновником ДТП в полицию, утверждают обратное. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда был доставлен в медучреждение, где осмотрен медицинскими работниками. После осмотра был отпущен домой. А необходимо обратить внимание на тот факт, что водитель, управляя мопедом, не имел права управлять на данное транспортное средство. Ему грозит штраф до 15 тысяч рублей. В обоих случаях виновники происшествия понесут административное наказание. Далее. Незаконные занимались с ноября по декабрь. В декабрь. Сколько древесины незаконной было заготовлено? Насчитали пней 102 пня. Лес рубили и щепки летели или наломали дров на миллионы рублей. Минувшей зимой в Баргузинском районе задержана группа из троих черных лесорубов. Уголовное дело передано в суд. Необходимо отметить, что все участники организованной группы ранее судимы за аналогичные преступления. Всего злоумышленники заготовили более 678 кубометров сосны и 16 кубометров лиственницы. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил около 7 миллионов рублей. У организатора нелегальной лесобазы арестовано имущество на 6 миллионов рублей. Всем черным лесорубам грозит уголовное наказание. Намсарая Намсараев, Александр Лупсанов. Новости дня.